Книга «Открытым оком». 14-й том. Тема «Монашество». Вопрос 2873. «Если сравнить монахинь тогдашних и сегодняшних сестер мирян, то кто крепче душою?» Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Конечно, сегодняшние. Они разбираются в жизненной ситуации, могут за себя постоять, занимают определенную нишу в жизни общественной. А в монастыре, закрытые, они только заботились о своем девстве, кичились своим превосходством и делались многие желчными, подозрительными и укорительными. Кавычки открыты. Известен один важный случай из жизни женского монастыря. Одна из монахинь как-то вышла за ограду монастыря. Она встретилась с мирянином портным и, удивляясь, спросила его о причине прихода в эти места. Тот ответил, что желал бы иметь работу. Сестра возразила, что они имеют собственных портных. Портной удалился. Свидетельницей этого разговора была одна монахиня. Поссорившись как-то с той монахиней, она стала порицать ее и припоминала сукоризну ее разговор с портным. Молодая инокиня, взволнованная ложным обвинением, горячо плакала. Она преувеличенно представляла себе тот позор, какой, по ее мнению, ожидал ее теперь в монастыре. Угнетаемая скорбью, она тайно пошла к реке, бросилась в ее волны и утонула. Узнав об этом, другая сестра, позволившая себе незаслуженно укорять несчастную молодую инокиню, впала в великое отчаяние и лишила себя жизни, задушившись себя веревкой. Скоро узнал об этом преподобный Пахомий. Глубоко опечаленный этим случаем, старец запретил поминать их в молитвах домашних, совершать литургию и подавать милостыню за них. Пахомий строго отнесся и ко всем сестрам общежития. Ввиду того, что они не употребили должного старания, чтобы найти невинную и обидчицу, примирить и успокоить их, и пренебрегли их положением и спокойствием, а может быть и поверили клевете одной из сестер. Старец отлучил их от святого причащения на семь лет. Кавычки закрыты. Какая же крепость тут видна? Если бы с нашей сестрой случилось подобное, да никто бы и не укорил ее. Она бы сходила на исповедь к батюшке, рассказала бы все, что даже, может, целовалась, не больше того, и опять бы работала на своей должности, нисколько не потеряв авторитета перед сестрами. Да и по ком их хватил тут через край, совершенно непричастных к этому происшествию сестер, лишил причастия аж на семь лет. Случай невероятный. Вот в этом-то и есть тоталитарный дух монастырей. Книга Иова, 17 глава, 8 стих. Изумятся осем праведные, и невинные вознегодуют на лицемера. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 8 стих. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Кто с кем развелся или переспал, Ослину изливши похоть на ослицу, Смакуют, почуют, наигранный оскал, Не закрывают от стыдобы лица. Во времена далекие принои, Земля вся развратилась и погрязла, Вблудливо-вагинальной паранойи, Справляют пенисом двунадесятый праздник. Кому-то шлюх досыта не досталось, Тех зрелищем смакует бес подчревный. Цунами огненное, к ним не испытайте жалость, Бог о душе свою покажет ревность. Задеток всю гаморру вместе с ссором Сметает в преисподнюю, как мусор. Гриб атомный великим мухомором Посыплет радиацией и дустом. Разгоряченные вином и блудодейством В Содоме нынешним и к ангелам пристанут. Земля в маразме совокупится с бесом, Апокалипсис страшный нам подновляет память. Спит, кара Божия, на сук всех сук повесит. Подол поднять презренным не удастся, Они все скинули на конкурсах бесчестия Для устроителей оргазма и экстаза. Вот так же Бог терпел и призывал Опамятоваться, в пепле закрепиться. Премудрость Божия оправдана в словах, И в час назначенный огонь с небес пролился. На окаянных близится расплата, Не поздоровятся кудесникам, Слепым эквилибристам. День судный обожжет мохнатые им лапы, Воскреснут людоеды-коммунисты. Грехом пропитанное сгинет наваждение, Земля очистится огнем и обновится. Покайся и крестись, Какой бы ни был гений, Бог к раскаянию зовет и коммунистов. 1 декабря, 2005 год, Игнатий Лапкин